Новый учебный год впервые в новейшей истории стартовал с рядом ограничений. Касается это и спортивных школ, где воспитывают спортсменов для сборных России и Мариэл. С какими новыми правилами столкнутся преподаватели и студенты, смотрите в следующем сюжете. В связи с пандемией коронавируса все учебные заведения готовятся принять учащихся с новыми правилами и порядками, которые обязательно соблюдать для обеспечения безопасности. Не исключением стало и училище Олимпийского резерва, которая тщательно подготовилась к заезду студентов в общежитие. На входе антисептики для обработки рук. Готовы так называемые изоляторы для тех, кто почувствует себя плохо. Проведена беседа с комендантом о всех нормах и правилах. Предстоящий учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. Училище обеспечит реализацию образовательных программ и программ спортивной подготовки в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В рамках выполнения санитарно-эпидемиологических правил администрации организованы и проведены следующие мероприятия. Проведены беседы разъяснительного характера со всеми сотрудниками училища. Организованы и проведены генеральные уборки всех помещений. Организованы ежедневные утренние фильтры при входе в здание с обязательным термометрением бесконтактным способом. Усилен дезинфекционный режим. Созданы условия для соблюдения правил личной гигиены. Обязательное использование средств индивидуальной защиты – маски, перчатки персоналам пищеблока. На входе в училище созданы условия для обработки рук с применением кожных антисептиков. Также кожные антисептики находятся при входе в общежитие училища, в столовой, в спортивных и тренажерных залах, в медицинском центре. Что касается учебного корпуса, то здесь нужно находиться в маске. На входе обработать руки, измерить температуру. За каждой группой будет закреплен свой учебный класс, в котором у спортсменов будут идти занятия. Посещение столовой будет проходить по графику, чтобы минимизировать контакты между студентами. В училище также есть тренажерный зал, который имеет ограничения по заполняемости не более 50%. Где бы ни находился спортсмен, везде доступны антисептики. Влажная уборка проходит каждый час. Сотрудники училища готовы к работе в новом учебном году и понимают всю ответственность в этот тяжелый период. Остается пожелать успехов ученикам и терпения преподавателям. А республике – появление новых молодых чемпионов.